При продаже алкоголя... Об алкоголе на трезвую голову. В пресс-центре Комсомольской правды говорили о горячительных напитках. Сегодня львиная доля продукции на рынке это контрафакт. Спиртное, с которого не уплачены налоги и фальсификаты, разлитые подпольно. По разным оценкам аналитиков алкогольного рынка, доля контрафактного алкоголя у нас сейчас составляет от 50 до 75%. Большая часть нелегального спиртного в нашу область попадает из Казахстана. После заключения таможенного союза количество алкоголя, перевозимого через границу, не ограничивается. Производится мопальное и в нашей области. Из незаконного оборота было изъято 124 тысячи литров алкогольной продукции. В основном это более 30 тысяч литров со специальными федеральными акцизными марками, имеющими признаки подделки. Контрафактная и поддельная продукции дешевле. Поэтому и пользуется спросом. В этом году на пол-литра водки была установлена минимальная цена в 220 рублей. Горячительные из-под полы можно купить в 2-3 раза дешевле. Люди уходят в ту нишу, где дешевле. Хотя, опять же, подчеркну, что там высокориск продукции именно некачественной. Последние несколько лет количество отравлений алкоголем в области остается стабильным. В больницы попадает примерно тысяча человек в год. Однако, по словам специалистов, причина не в качестве, а в количестве выпитого. 76% составляет отравление этиловым спиртом. То есть, отравление, собственно, алкоголем. То есть, отравление, связанное с принятым количеством. Суррогаты алкоголя в числе отравлений составляют 107 случаев. Накануне новогодних застольев количество контрафактной продукции вырастет в разы. Поэтому дешевое и горячительное лучше обходить стороной и закупаться в крупных магазинах. Риск приобрести некачественный товар есть и там, но намного меньше. Динара Дусалиева, Игорь Шишилин. Новости. Телеобъектив. Динара Дусалиева, Игорь Шишилин. Новости.